Всем привет! Вы на канале Тойхаус. Лучшие обзоры для лучших людей. Хочешь любить в армию лучших людей, но не знаешь как это сделать? Я тебе подскажу. Надо просто подписаться на канал и обязательно нажимай на колокольчик, тогда ты не пропустишь мои новые видео, новые конкурсы и вообще все самое интересное и мега крутое ты увидишь одним из первых. Ну а еще бонусом пиши комментарии. Лучшие комментарии попадают у меня в видео. Ну а в этом видео еще будет конкурс, поэтому смотри до конца, не перематывая, и узнаешь условия одним из первых, да. Ну что, вот такая вот коробочка на обзоре у нас. И вы как уже поняли, здесь у меня модельки от Наш Автопроб. Раньше продавались они в принципе во многих магазинах и даже, по-моему, были в детском мире. Но теперь почему-то пропали, не знаю. Очень клевые модельки, выполненные из металла. Вполне они такие копийные, интересные. У меня не очень большая коллекция, но сейчас я вам ее покажу. Сейчас, по-моему, даже выпустили уже коллекцию грузовиков, даже газоны Next есть, но у меня пока что нет. Как будут, обязательно обзорчик будет на канале, поэтому если ты не подписался, подпишись. Так, открываем. Вот моя коллекция. Не очень, видите, большая она. В основном состоит из легковых автомобилей и одного, ну так сказать, автобуса. Ладно, смотрите, вот такие вот раньше коробки были, а оставил вот такую вот раритетную, можно сказать, коробку. Не знаю, сейчас в таких коробках продают или нет. Кстати говоря, напишите мне комментарий. Есть в вашем городе модели Автопром, Наш Автопром? И вообще, сколько они сейчас стоят? Раньше можно было купить, в принципе, и за 200 рублей модельку. Вот эту, по-моему, Запорожец я покупал за 280 рублей в обычном магазине. Видите, еще 14-й год. О, какая давнишняя модель. Это Запорожец Ялта. Вот такой вот симпатичный автомобиль. Не буду его доставать, потому что он есть, по-моему, такой же у меня отдельно. Лежит без коробочки. И серия у Наш Автопром очень большая. Здесь она не вся указана. Здесь у нас в основном Волги и Газы, Зизы, Москвичи, Запорожцы и, конечно же, ВАЗ. Лада. Здесь, тем более, 2103. Это вообще очень редкая модель. Но у меня ее нет. Сразу скажу, у меня ее нет. Но, надеюсь, когда-нибудь будет. Ну что, погнали. Обзорчик делать. Буду доставать по одной машинке. И вам показывать, что у нас интересного. Смотрите. Здесь у нас интересный вот такой вот Москвич. И снялась у него покрышка. Ёшкин-матрешкин. Лежит в коробке, а покрышечка почему-то слетела. Почему я узнал Москвич? Что это? Как думаете? Подсказочка. Вам небольшая. Видите, какой дисочек с эмблемой Москвича. Поэтому, может быть, я буду делать рубрику, да, когда... Чей диск? Вот, когда увидите такой диск, сразу знайте, что это Москвич. Вот такая вот интересная символика у него здесь. Так. И это у нас, значит, Москвич 400... Ого-го! Что-то здесь прям поплыло. 420А, я вижу. В масштабе все модельки 1 к 43. Ну, как я сказал, выполнены из металла. Смотрите, это Москвич у нас 1949 года. Пластиковая оптика имеется у них. Отдельно сделаны дворники обязательно почти у всех моделей. Ну, и, в принципе, неплохая детализация. У некоторых моделей даже-даже очень на высоте. Причем еще проработано днище почти тоже у всех моделей. Ну, в принципе, за свои деньги модельки достойны. Намного, как бы, они поинтереснее многих других моделей. Да, у них есть существенное отличие. То, что не открываются двери. Но, с одной стороны, это, конечно же, плюс. Нечему ломаться, да? Погнали дальше. Это у нас Ким 1051. Предшественник москвича, так сказать. Вот такой вот кабриолет. Тоже очень-очень интересный, необычный. Посмотрите, у него коричневый руль, бежевые салоны идут в основном у моделей. Ну, классно сделано. Даже какая-то там панель приборов небольшая и то проработана. Интересные такие красные диски. Ну, в общем, такой яркий, красивый автомобиль. Масштаб 1 к 43. Ким 51. Наш автопром. Видите, глушитель сделан прям цветом отдельным, покрашен серым. Очень симпатично смотрится. Сзади оптики не имеет, но спереди у нас вот такая вот пластиковая оптика и есть. Ну, вот этот вот шедевр. Это Волга у нас 3110. Да, 3110. Вот, пожалуйста. В синем цвете. 1997 года. Автомобиль. Тоже очень копийно сделаны диски, видите. Не знаю насчет покрышек. Ну, и покрышки, посмотрите, неплохо прям сделан протектор. Прям, я говорю, очень неплохие прям симпатичные модели. Наш автопром. ГАЗ-3110. Волга. Если мне будут попадаться, буду обязательно их покупать в коллекцию. Отдельно сделаны зеркала. Отдельно, как я сказал, уже сделаны дворники. Даже есть небольшая антеночка здесь, ну, пластиковая оптика. Значок газа здесь присутствует. Все как и положено. Противотуманные фары есть, с заглушками сделаны. Симпатичный салон. Можно заглянуть. Тоже такой светлый, бежевый, симпатичный салон. Сзади, соответственно, тоже оптика у нас вся пластиковая. Вот такой вот автомобиль. Кстати, автомобильчики эти не имеют инерционного механизма, что тоже очень прикольно. Погнали дальше. По-моему, это тоже Ким, да. Ким, но уже не кабриолет. У нас тоже 1050 это. Ну, соответственно, вот такой же автомобиль, только с закрытым верхом, да, таким. Здесь, кстати, синие диски. Видите? Блин, прикольно было бы сейчас. Вот кто? Кто считает, да? Там, Ладу Уэстон, например, выпустили зеленого цвета. И литые диски у нее зеленые. Наверное, было бы очень интересно. Вы как думаете? Вот пишите свое мнение в комментариях, да? Или там, например, выпустили бы, да, там, Ниву красную. И красные диски у нее. Клево, да? Ну, литые. Хотя можно было бы и штампы. Тоже было бы очень интересно. Вот такой вот автомобильчик у нас имеется. Ну, симпатичный, я говорю. Кому нравится, кстати, ребят, вот вам нравится, поставьте лайк. Вот серьезно. Вот прямо сейчас. Вот возьми и поставь лайк. Вот потому что я хочу посмотреть. Вот кому нравятся модели от нашего Ахтапрома. Вот возьми вот прямо сейчас, да, вот там вот внизу. И поставь лайк. Вот поставь лайк. Вот. Теперь продолжаем дальше. Вот такой вот синий или голубой, можно сказать, такой вот у нас Ким. Так, 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 так. Вот. Это у нас ГАЗ, по-моему, 60... 60... Все, забыл я, ребят. ГАЗ-64. Ну, или Козлик, его звали в простонародье. Очень похож на автомобиль Виллис. У меня был в масштабе 1 к 18. Он у меня есть. И обзор на него, кстати, есть тоже. Это, в основном, автомобиль, который использовался очень широко в армии. Ну, соответственно, в годы Великой Отечественной войны очень-очень использовался часто такой вот интересный автомобильчик. Кстати говоря, он, по-моему, да, у него вся рама сделана из металла. Видите, какая хорошая проработка. Днище идет, два моста даже сделаны. Даже фаркоп имеется. В общем-то, ну, приборочка здесь, в принципе, ее... У настоящего автомобиля-то она такая очень простая была. Здесь вот, в принципе, так и есть. Так, в стороночку. Поехали дальше. Запорожец, по-моему, это у нас в простонародье назывался Чебурашечка. Чебурашечка, потому что у него, видите, так вот уши, вот эти вот воздухозаборники, они вот так вот выпирали у него. Ну, и если вот так вот смотреть, ну, здесь на модели, конечно, не видно, а вот в настоящем автомобиле их видно было. И в простонародье назвали данный автомобиль Чебурашка. Ну, а вообще, чего его зовут? Запор, да, там. Ну, и по-другому. В общем, вы знаете сами, как ЗАЗ 968А, Запорожец. Уже я вообще их не вижу на дорогах, а зато был народный автомобиль. Двигатель у него находился сзади. Здесь находился большой такой багажник. Да, не капот здесь, а багажник. А капот у нас, получается, здесь. В общем, пластиковая оптика. Идет год выпуска 1974. Ну, в общем, вот днище тоже так проработано неплохо. В общем, вот такой вот автомобиль в белом, в белом тоже салоне. И, кстати говоря, давайте я вам тогда сразу покажу небольшую свою переделку. Ну, кто подписан на канал, видели уже. Это вот такой вот ЗАЗ Бигфут я сделал. Ну, не знаю, был у меня второй экземпляр. В общем, вот так вот решил интересно его моделировать. Вот так вот получилось. Такой вот, не знаю, Бигфут Запорожец. Наверное, было бы прикольно, если бы было настоящее. Что здесь сделано? Ну, просто поставлены большие колеса. Не помню, по-моему, от Волги здесь стоят колеса. Ну, и, в принципе, затонированы стекла. Причем синим цветом я их тонировал. Синий пленочкой. Не очень видно так. Ну, в общем-то, вот такой вот получился. Не знаю. В общем, на вашу усмотрение. Такой вот экземпляр. Ну, он красиво на полке смотрится. Так. Убираем в сторону. Ну, и пошли по Запорожецам. Да, вот такой вот Запорожец. И вот такой вот. И тот еще первый вот этот в коробке. Это у нас ЗАЗ Ялта. Очень маленький автомобиль. Очень легкий. По-моему, он весил даже, не знаю, килограмм 700. Вот здесь, по-моему, на коробочке, может быть, и есть какая-то информация. Нет. К сожалению, здесь ничего нет. Но в каком-то обзоре я прям полностью рассказывал, сколько он весит. И вообще, какая у него цена была. В общем, смотрите. А здесь у меня краска пошла уже, ребят. Лежит в коробке. И краска вот так вот. Вот, сейчас я вам покажу пупырками. Не видно на камеру. Пупырочками, пупырочками пошла. Вот прям что-то печальное. Не знаю, может, окраска такая. В общем, 1963 года автомобиль. Вот такой вот маленький ЗАЗ Ялта. Вот такой вот, кстати, автомобиль можно встретить. Их прям, я не знаю, ставят везде. На СТОшках, на заправках. Прям мегакультовый такой автомобиль. Красит их в разные цвета, тонирует. В общем, ну, они не ездят, конечно. Они стоят. ЗАЗ 965E. Ялта. Масштаб 1 к 43. В общем-то, вот такой вот автомобиль. Здесь у нас что? Здесь у нас представительского класса автомобиль. Давайте вот по этим старым автомобильчикам пройдемся. Такие вот интересные тоже автомобили. Не очень я их любил в свое время. Но потом решил все-таки собирать. Ну, все равно я их как собираю? Немножечко все равно стороной обхожу. Если я вижу современную модель на полке и такую, то я беру, конечно, современную. Эту я все-таки обхожу стороной. Не знаю. ГАЗ М1 Фаэтон. Наш автопром. Какого года автомобиль здесь не указано. Ну, в общем, это кабриолет с мягкой крышей. Я так понимаю, она откидывалась. В общем, салон. Не особо можно заглянуть. Но это примерно годов автомобиль. Где-то, может быть, 30-х, 40-х. Вот так вот где-то. Так, значит, это у нас большой представительский автомобиль. По-моему, возил он именно правительственные... В общем, ну, правительственный автомобиль, в общем, был. Это у нас автомобиль 40-го года. И это у нас ЗИС-101. В общем, представительский такой автомобиль для передвижения правительства. В общем, в синем цвете. Не знаю, в частных руках был он, не был. Честно говоря, в историю такую не вдавался. Если будет интересно, поищите, почитайте. Может быть, что-то интересное и подчеркните. Ну, просто он огромный реально автомобиль. Огромный, если сравнивать его вот автобус. То есть, представляете, и его. Он больше автобуса. Вот реально он больше автобуса. Ну, автобус, конечно, небольшой. Это маленький автобус. Соответственно, ну, по нашим сейчас меркам. Это у нас автобус ГАЗ-0330. В общем, вот такой вот автомобиль. Ну, посмотрите, сколько там посадочных мест, да. И в этом автомобиле здесь, по-моему, 7 всего мест. Вот, видно, 3 ряда там идет. Как бы, может, 8 максимум. А здесь, посмотрите, сколько в автобус вмещалось людей, да. Ну, разница чувствуется. Для народа и для власти автомобиль. Так, значит, здесь у нас ГАЗ-0330. Днище, видите, проработано. Но вот этот автомобиль мне реально не нравится в моей коллекции. Вот, серьезно, он не нравится мне. Потому что он, знаете, он выполнен из пластмассы весь. Только у него вот передняя часть, вот этот капот, выполненный из металла. Все остальное у него пластмассовое. И он ощущение такое напоминает, что это просто игрушка. Поэтому он мне не нравится. Ну что, давайте я вам расскажу про конкурс. Ты же поставил уже лайк. Вот, тогда ты приблизил конкурс. Если, в общем, это видео набирает у нас тысячу лайков за неделю. Ну, либо, давайте, 20 тысяч просмотров тоже за неделю. Стандартные условия, обычные, да. Всегда так я делаю. Тысячу лайков за неделю плюс 20 тысяч просмотров. Я устраиваю конкурс. Разыграю модельки от наш автопром. Три победителя будет. В общем, что получите, вы узнаете, когда получите, да. Но не свои модельки. Вы получите абсолютно новые. Я найду где-нибудь на сайте и, в общем, вам отправлю. Три победителя. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, надо что сделать? Написать положительный комментарий. Ну, поставить, конечно же, лайк и поделиться этим видео в любых своих соцсетях, без разницы где. В общем, и все. Через неделю проверяем результаты. Есть тысяча лайков на этом видео и 20 тысяч просмотров. То я устраиваю прям сразу же розыгрыш делаю. Без проблем. Кстати, розыгрыши, ребят, все проходят на втором моем канале. Ссылка на него всегда в описании. В общем, переходите, подписывайтесь. Ну, кто не знает, я вам сообщу. Той Хаус ТВ называется. В общем, переходите, подписывайтесь. Ну, и мы давайте продолжаем дальше. Это у нас УАЗ. Немножечко я его доделал. Красил, клеил декальки. В общем, делал из него военный. Но военный из него не очень получается. Так как цвет у него слишком для военного светловат. Его, по идее, надо по-хорошему перекрашивать. Но у меня вот что получилось, то получилось. В общем, в принципе, симпатичная модель. И на фотках я его делал именно для фоток. У меня есть такая фигурка военного. Фотографировал. Получается вот так вот клево. Где-то тоже на него обзор есть. Прям с этими фоточками. Можете посмотреть. Это УАЗ у нас 469-й от наш автопром. А еще с таким УАЗом от наш автопром я делал диораму. Там УАЗ такой же, только в коричневом цвете едет по грязи. Ты не видел еще? Я покажу в конце видео тебе обязательно эту диораму. Ну, а так вообще можешь видео найти. Тоже на канале есть. Посмотришь, какая она прикольная. Ну, или не прикольная получилась. В общем, вот такой вот интересный УАЗ. Симпатичный. И салон здесь светлый. Вот. Причем не подходит для военного, да. Потому что у военных должно быть все практично. Темное. Ничего не пачкаться. Ну, в общем, в таком духе. Так. Вот еще один представительский. Семиместный автомобиль. По-моему, на таком автомобиле ездил и у Иосифа Виссарионович Сталин. Да. Главнокомандующий Советским Союзом. Вот так вот. ЗИС-110. В масштабе 1 к 43. Смотрим, посмотрите, как проработано все здесь. Очень такой симпатичный автомобиль. Да. И, по-моему, его сделали именно к победе. Именно приурочили к победе над фашистской Германией. В общем-то, вот такой вот интересный автомобиль в зеленом цвете. Смотрите, какая решеточка у него. Но отсылки все эти идут, в принципе, к американским автомобилям. Вот если посмотреть американские автомобили где-то 30-х годов, то один в один найдете, в принципе, похожие модели. Немножко они будут отличаться. Кстати говоря, это, по-моему, ну, так он, видите, шестиместный автомобиль. Ну, могут здесь вот быть еще сидения. Бывает, сидения вот так вот откидываются. Это у нас в Чайках так сделано. Здесь, не знаю, может быть, не разбирал я этот автомобиль. Не помню. А может, и разбирал. Ну, не помню, как там. В общем, ну, представительский автомобиль. Так, потом пошли вот такие вот представительские автомобили тоже в 50-х годах. Это в основном... Ох ты, шиешкин матрешкин. Посмотрите, как краска пучится. Просто лежит в коробке. Ну, что же это такое? Прям вообще. Был абсолютно нормальный автомобиль. А теперь... Да, прям как старый реально стоит на улице. Да, ржавеет. А у меня просто лежит в коробке и ржавеет. Ну, что это такое вообще? Да, газ-12 дим. Только видео какое-то прям... Ну, ничего, ладно. В общем, вот такой вот автомобиль. Предназначался только для высоких чинов, да. В частные руки, по-моему, не продавался. Были в белом цвете и, соответственно, в черном. Вот такой вот у меня белоснежный автомобильчик. По-моему, он у нас пятиместный. Ну, либо шести, потому что передний диван, он идет нераздельный. В общем-то, вот такой вот ZIM-12. Тоже очень красивые фотки с ним получаются, если кто любит фотографировать автомобили. Кстати, все фотки своих автомобилей я выкладываю в своем инстаграме. Поэтому можете тоже переходить, подписываться. Ссылка на мой инстаграм есть в описании. Так, и это у нас классическая Волга, да, ГАЗ-21, 58-го года. Эта Волга примечательна тем, что она у нас с оленем. Вот так вот. По-моему, больше никто-то и не делал такие модели с оленями. Это одна из первых моделей. Потому что, видите, какая у нее такая борзая решетка. Потом была более решеточка посимпатичнее. Но у этой вот такая, 58-й год, ГАЗ-21. И, в общем, легендарный автомобиль. Тяжелый, кстати, и такой обмыленный. Вот реально он такой вот обмыленный, как бы идет. Контуры у него такие... Придает ему, как бы, такой реалистичность. Мне вот прям очень нравится. В таком вот светло-голубом, зеленоватом, не знаю, цвете. В общем, вот такой автомобильчик. Так, это у нас вот такая вот немножечко прям грязноватая чайка. Ну, ГАЗ-14, в принципе, чайка. По-разному ее называли. Ну, в принципе, чайка она и чайка. Вот здесь вот 7 мест идет. Здесь их видно. Вон они. Там выглядывают из-под грязных окошков. А я вам покажу вот другую модель. Вот есть такая же чайка, в принципе. Опа. Вот она. В принципе, можно посмотреть, что у нее в салоне. Но здесь, видите, нету этих сидений. Потому что они вот так вот, типа, сложены. А здесь уже разложены. Вот. Ну, салон и приборная панель. В принципе, там все то же самое. Это у нас кабриолет ГАЗ-14, чайка. Не знаю, существовал он в реальности, либо нет. Может быть, были какие-то несколько экземпляров. Потому что мне писали, что парады на чайках не проводили. А это вот, как бы, такой вот парадный автомобиль. Не знаю, не знаю. В общем, тоже автомобиль очень симпатичный. Еще есть большой такой, как бы, как он называется, черный доктор, по-моему. Огромный такой, ну, ритуальный, не знаю, как сказать. Ну, даже не пикап это. И не седан. Ну, в общем, вы меня поняли. Такой фургон. На базе тоже чайки. Именно, да. Для ритуальных целей, по-моему, он сделан. Так, убираем. Это Москвич Элит. Очень симпатичный автомобиль. Очень красиво смотрится. И вообще такая неплохая очень модель получилась вот у нас. Автопром. Здесь у нас тоже пластиковая оптика идет. Номера я приклеил. Ну, в общем, вот такой вот автомобиль. Москвич 408 Элит. Который продавался, в принципе, за границу. Итак, остался у нас последний автомобиль. Это у нас грузовичок. Грузовичок у нас ГАЗ М415. В масштабе 1 к 43. Вот такой вот пикапчик. Видите, какой маленький у него кузовок, а большой двигатель. Наверное, такой он был, как бы, не слишком вместительный. Вот так бы я сказал. Ну что, вот такая вот коллекция. И сейчас, конечно же, я вам покажу еще свою диораму. Ну что, ребят, вот еще такая у меня есть диорама с УАЗиком 469. Вот с таким вот, да. Только в бежевом цвете. В общем, ну, как-то вот так вот получилось. Не знаю, что получилось. Я, конечно, не мастер диорам, но попытался сделать. И вот что у меня вышло. Ну, в принципе, каждый может попробовать. Может быть, и у вас что-то получится. Ну, здесь смысл какой, вы понимаете, да? Там едет где-то по полевой дороге, в общем. И вообще, по сути, идет дождь. Потому что, видите, он как бы мокрый. Вот такой вот, не знаю, экземпляр есть у меня в коллекции. В общем, если понравилось вам видео, то, конечно же, поставь лайк. Про конкурсы я все рассказал. Участвуйте, выигрывайте. Желаю вам удачи. Кто хочет написать комментарий, вы знаете, пишем. Лучше попадает в видео. Ну, а кто не подписался на канал, для вашего удобства всегда вот здесь кружочек есть. Нажимаем, подписываемся. Ну, и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok